Друзья, сегодня мы не определились с темой, поэтому мы будем обсуждать обновленными две. Но они обе связаны с Алексеем. Я тут при чём? Алексей собирается уходить из хобби. Ему не нравится Вархаммер. Мы должны найти для него идеальный варгейм. А ещё Алексей холостяк. И мы должны найти для него идеальную жену. Ещё рано. Ещё рано. Рано. Если я недостаточно стар для этого дерьма. У тебя уже дети должны быть. К кому они должны быть? Куридишь и не вернёшься. Кто будет наследником? Пофиг. Это моё дело. Ван Гулу. Никому они не должны быть. Никому ничего не должен. Когда захочу, тогда... Видите, юный ещё отрицает. Ещё форму отрицания у него. Значит, смотрите. Мы точно не знаем, как правильно. Но перед нами есть много примеров того, как неправильно. Ну, попробуем от противного сейчас понять, что вообще нам нужно в варгейме, чтобы он был, ну, как минимум, хорош, увлекательный. Вот базовая механика, которая мне в Вархамме не нравится, это дискретные ходы. Я бы хотел, чтобы ход был одновременно. Как это технически, это сложно. Потому что... Кстати, я перебью. А ты знаешь хоть один варгейм, где такой есть? Ну, есть активация. Типа, я сходил одним видом, ты сходил одним видом. Я сходил одним видом, ты сходил одним видом. Ну, это тоже, как бы, рак, на самом деле. Кирмейш. Потому что всё равно кто-то ходит первый. И обычно у них ещё плавающие вот эти ловосики, например, да? Типа, кто кинул ход, тот и первый подвигался. Что, как бы, отстой. И в досте та же проблема. Получается, вот это первый ход преимущество. Второго хода тоже свои преимущества, если мы играем там на точке, да? Мы их скорим в конце, мы зачищаем. Мы решаем в конце партии, кто что, как бы, скорит, что делает. При этом не огребая ничего. Потому что уже никто не может пострелять, пока не можем идти. Ну, а первый ход тоже всё знает, чем хорош первый ход. Пострелять, так. И так далее. Я сейчас вспомнил, как это там, Варликин, как ты это называл-то. Не помню это правило, да? Типа, что насать противнику в лицо. Ну, это когда там просто, типа, закончилась игра, а они ещё могут, типа, походить, побегать, пострелять, зачаржить, убить, а ты вообще ничего не можешь сделать. Просто, типа, это тактика, да, такая. Как сделать одновременные ходы? Непонятно. В Архайме ещё вот это ты сидишь на чужом ходу, короче, типа, из Ивы откидываешь. Всё, что ты можешь делать. Ты вообще не активный, там, можешь пойти покурить, там, многие пользуются. Ты всё время следишь, чтобы тебя не начать его. Да, да, да. Ты даже никогда ни хрена не знаешь, что он такой видом. Менее вовлечён в это дело. А вот Макфаза вот так. Да. Не, я в Макфазе всё время перилов жду. Ну, я сижу, давай, давай, перили себя, перили себя, перили себя, первый, 11, 11, 11. Ага, да. У меня, когда я перилов жду, обычно, о, перилы, о, шестые. О, ледак прошёл, ну, зашибись. Ну, неправильно, знаешь, надо болеть за... Причём, я понял, что за вторые надо перилов всё-таки болеть. Часто колл – это просто рано. А вдвойка – это рано и забытый, и запинаю. Нет, а я болею за первые, потому что у меня дикое количество игр выигранных именно за счёт того, что провалил один десятый рядак и сдохл, и ещё с собой забрал. Ты умеешь, знаешь. У меня было эпично, когда на каком-то карманнике Белокор кастил Шрик в Греченов, в Греченов, это было ещё во время, когда нужно было попадать, словил первые перила, умер и не попал в психик Шрик. Вот это просто было. Он, кстати, уже и не мог попадать, потому что моделей нет на столе. Он сначала умирает, а потом попадает. А, ну, тем более. Так как нет кого мерить, то нельзя стрелять, да. Чипсики Шрик у Греченов, мне кажется, это будет второй ледок, да? Пятый, пятый. А, пятый, ладно, подачем мы, да. Я ещё за вторым ледоком на трёхку подходит. Стопудово один убитый Гречен даже будет с Албаром распасить. Ладно. У нас есть странная тема, что мы везде ходим в свой ход только, кроме ХТХ. А вдруг появляется какая-то инициатива, и начинает отвечать противник. Ну, и, кстати, ещё сейчас появляются новые формашки, которые тебе говорят, что ещё в твоих ход тебе будут морду бить, а ты будешь стоять смотреть. Таксевт ещё есть. Ну, в общем, не очень понятно, почему, например, инициативу нельзя было растянуть на другие фазы. Ну, вернее, как понятно, потому что действительно форма, когда ходит один, ходит другой, это очень чёткая и простая форма, как бы, игры. А если у тебя будет всё время... Ну, все знают, что в ХТХ очень много ошибок, очень много непонятно, там никто не поэлинис, потому что там сложно, реально. В общем, простого примера решения для того, чтобы сделать игру одновременно для обоих игроков, и так к тому же для двух это понятно, например, там, например, четыре больше, мультиплеер, это вообще жесть для одновременной игры. Непонятно. Так что это у меня какая-то хотелка такая, из-за разряда хвостов, чувак, вряд ли очень. Давайте, я сказал у вас какое-нибудь такое-то с вами, что вам базовое не нравится в Вархамере? Ну, я не знаю, мне не нравится, что есть один большой альянс, который друг с другом в отличном взаимодействии, и все остальные разрозненные. Ну, как-то, ну, не знаю. Нужно или делать, как в Аосике сделано, Гранд-Альянс с кучей народу, либо каждый сам за себя и без всяких врачёнов. Да. Плюс все больше, больше, больше разрастается количество фракций. С одной стороны, конечно, хорошо, разнообразие, с другой стороны, вот куча почти одинаковых поисмаринов. Ну, в отношении идеального варгейма, как бы ты это знаешь, вот сложно, с одной стороны, сделать разнообразно, с другой стороны, не перейти в самокопирование, когда вот, блин, опять эти спейсмарины, о, эти, чем они отличаются? А, там, там, у Икфуриус Чардж есть, или, там, не знаю, что-нибудь другое. И, с другой стороны, сложно, потом это всё балансить, чем больше у тебя фракций, тем сложнее это всё забалансить. И чем они больше друг друга отличаются? Ну, при этом, просто забалансить две фракции. Ну, если их две, играть, ну, не очень интересно, потому что ты будешь играть либо с одной, либо с другой. Ну, вот, у нас есть три цапки, которые более-менее балансные, как сами спейсмарины, и когда дело доходит до механикам, каких-то, там начинают сразу. Или этих, как сказать, с горячей солярники. Ты хотел что-то сказать у меня. Да я не помню. Всё, 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 всё потратить. Вот это вот, с другой стороны, это вообще невыполнимо. И разнообразие, и баланс. Ну, ты считаешь, правильный баланс, это когда много примерно одинаковых чуваков, которые чуть-чуть чем-то отличаются, либо совсем разные абсолютно расы. Опять же, совсем разные расы, это классное разнообразие. Ты можешь выбрать любого, но забалансить это сложно. Ну, тем не менее, вот я думаю, да, чем вот так сильно отличается настольная игра от видеоигры? Вот я не могу понять. Ну, то есть, другая механика. Мы не кнопки нажимаем, а кубики бросаем, да, и меряем. Но при этом StarCraft же смог создать, ну, как минимум, первая часть, в которую я играл, проходил. Я такой ретроград, я вторую даже ещё через 10-20 лет уже наберусь. Ну, вот в этом смысле, что он... Когда на коллекционной стали, да? Ну, да, когда он будет стоить, как самолёт. Вот, но, как бы, вот, типа, ну, как сказать, что три рации абсолютно разных и абсолютно сбалансированных. То есть, они друг другу жопу надирают при определённом раскладе, да? То есть, как бы, если ты стратегически, тактически нормально мыслишь, то ты побеждаешь. При этом у них абсолютно три совершенно катастрофически разных стилей игры. И, в общем, ну, какая разница? Просто поставьте это на паузу, замените клики мышкой, рулевкой, да? А там выстрелы и попадания, и снятие этих кубиками. И, вроде, мы должны получить тогда на выходе сбалансированные правила. И вот тут, ну, как бы, говорить опять про то, что ГВ не может, ну, как-то странно. Ну, правда, оно похоже, иногда не может. Но по факту, да, что самое интересное, почему мы эту тему как-то вот там сидели, чай пили, решали что обсуждать, почему, ну, что, как бы, вроде бы, как ни странно, столько людей и компаний, и людей с этих кикстартерами пробуют, и у всех какой-то фигня получается. Нету ни одной системы, которая могла сказать, что вот это шикарная система. Да, это бывает от Дредфлита до Вахи разлёт, как бы, от совсем унылого какой-то фигни, где ты там плаваешь по краю карты, типа, три часа, и такой, типа, нет, я всё ещё не могу в тебя стрелять на вуке. Типа, что вот это такое, ветер не туда дует. Но, как бы, это, ну, либо же, да, что-то такое Вахи, дико перегруженная какая-то система. Мне чего, я хотел сказать по поводу просто Альянсов. Мне кажется, ещё, как бы, ну, это так как банально, что у нас рассказывано, что даже не Альянсы портят, а обмаз портят. То, что, почему, вот просто чисто логически, мне кажется, включи вот то, что называется РАИ, да, вот какой-то, хоть какой-то мозг, почему один чувак на байке, который, типа, очень умело ездит, делает 20 байков, которые только вчера сели на байке, делает их всех умелыми языками. Ну, просто это даже на уровне, почему, ну, то есть, как это так может быть, да, то есть, почему все они становятся скиллдрайдерами. Это, кстати, тоже как-то в шестёрке началось, да, то есть в пятёрке там они не важны. В пятёрке вообще не раздавались, ничего не делилось. Да, и это, ну, это вот всё, что-то... Там на Брольбоке был, конечно, вообще ничего не раздаётся. Кроме того, что отдельно... Точно странная система. Отдельно был прописан только стопор, что-то. И получается, что вот какие-то более-менее, типа, что-то такое там, да, что играет, пока на данный момент, если я правильно понимаю, я могу ошибаться, но я мало в Wargame играю, как бы мне это время не едва хватает, но вот, что более-менее что-то получается только на каких-то вот форматах, где каждая моделька сама за себя, типа Infinity там, вот когда есть какой-то Batman там, да, Batman, Skirmish таким, Alifo, и то там говорят, что всё равно там нет баланса, что есть расы, которые нагибают, есть заклинания, которые нагибают, есть механики, которые нагибают. Ну, там вот эта басня о том, что там всё сбалансено, она ровно до того момента, пока туда не приходит Ваха Задрота со своей... Да, 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 я встал, да, там вот давайте... Там вот давайте... Рам-н-бонс, поиграем, это такая крутая игра. Вы знаете про Рам-н-бонс? Нет? О, нифига себе, вы не знаете. Я тут, кстати, единственная система, на которую у меня, извините, встал, вот я ещё подумал, тоже можно к ней поиграть. Про пиратов, в общем, пираты. Воюют пираты, абордажи, на кораблях сражаются. А она с минчиками? С минчиками, пластиковыми, куча фракций. Нет, корабли это поле, поля игровые. А минчики, это как бы по кораблю ты перемещаешься. Один стреляет из пушки, второй в абордаж идёт, там вот... Вот, у тебя по 40 миник примерно, ну, как в зомбициде каком-нибудь на поле. И там разные фракции, скелеты, какие-то волшебники. А, такие фунтезёвые пираты. Такие, ну, да, там есть как бы просто серьёзные, типа вот, гренадёры, которые пришли пиратами, есть просто пираты, а есть там типа мёртвые пираты, ну, как в Чёрной Жемчужине, это проклятие, да. Приходит какой-нибудь такой спортивный игрок высокого полёта, да, и начинает всё равно об колено валять эту механику, всё как хочет. Вот, но тем не менее, да, почему-то, я так понимаю, до сих пор нет ни одного варгейма, который был бы таким масштабным, как в Архангер, и при этом был бы сбалансированным. Почему? Вот почему? То есть что это? Избыток фракций, от чего всё сыпется? Очень сложно уследить. При этом, вот, у меня есть какое-то такое ощущение, что вот дай мне зарплату, ну, которая хотя бы была бы равна тому, что я сейчас получаю, там, как психотерапевт, да, и посади меня, и я, в общем-то, могу сбалансировать в охоту. У меня, я не знаю, может, я какой-то, типа, это, типа, много семью. Может, все так думают. Но мне кажется, я, во всяком случае, половину рака просто... Не хуже сделаю. За неделю, да, вот просто за неделю, наверное, нет, месяц я изучаю кодексы, поизучаю рулбук, и сведу к механику хотя бы к отсутствию рака адского, обузы какого-нибудь, да. Мне кажется, в этом нет ничего сложного. Это может сделать один человек, плотно засевший за, ну, душой, покушённую в игру. За деньги. Человек, который имеет опыт игры. Да, человек, который имеет опыт игры. Я просто сомневаюсь, что вот эти господа Келли, Варды и компании играют. Что они вообще играют. Но, может быть, у них, правда, времени не хватает. Ну, это ладно, это всё какая-то... Ну, да. Ну, взять на полставки каких-нибудь студентов, затротов в Ахе, и они всё сделают. Ну, я даже не то, что про Ваху, а просто мне скорее интересно, почему до сих пор нету варгейма, о котором мы все говорили. Ну, вот в видеоиграх есть StarCraft. Да, он есть. И он эталон RTS. Как бы все, когда мы говорим про баланс или про хороший геймплей, в рамках стратегии разных фракций, да, люди вспоминают StarCraft. Почему, ну, и есть там во всех жанрах такие игры, почему до сих пор в варгеймах не существует какой-то грызг, там, хорошая механика. При этом всегда же оставался бы вот этот элемент куба, да, что даже там у нуба есть шанс, если мне не попрёт, а ему запрёт. Всегда вот это есть азарт, и этот кубы метать, да, это всегда же такой азартный момент. Не как бы... Но почему-то до сих пор все системы либо умирают просто, либо где-то на дне, либо типа это Ваха и Аос, но в ней всё... Приходит армия, у которой 2+, серверовая, её в коленку всё ломает. Всё. То есть, как бы... Вот абсолютно... Причём, мне правда кажется, что если вручную, вот как ты говорил, что ростер будешь модерировать, да, там, ты помнишь, твоя задача будет, да, что ростер вручную модерировать, то всё в порядке становится. Вот если просто смотреть и говорить, так, вот это я тебе не разрешаю взять, потому что это полом. То в этом смысле вот как-то почему-то никто не делает так на уровне механики. Никто не смотрит в руку, как он говорит, нет, знаете что? Это, ну... Ну, это очень круто. Ну, давайте вот у одного чувака это будет. Ну, вот если всей армии это правило мы дадим, то давай это как-то просто пипец. И как бы, ну... что-то такое. Ну, такое ощущение, что как-то это вообще никого не волнует. Ещё один момент, мне кажется, непонятно вот действительно насколько должен быть масштаб. Мы вот должны играть в Скирмиш, либо это формат где-то Вархаммер, либо это уже эпик какой-то, да, апокалипсис, где вот, не знаю, даже не золотая середина, а именно то, что для именно настолки будет идеально. Я играл в некоторые Скирмиши, и... Там грустно. Там много правил модели, но вот если модель заканчивается, как бы ты... Ну, все потери существенные. А в Вархамме, например, ну, там 5 человек потерял из 10, ну, господи. Ну, это если ты... Да, в одном отряде. Смотри, чем ты играешь. Да. Играешь ты пятью рыцарями, ну... В Апоке, как бы, вообще там... Ну, что-то убили там 200 некрон, там, насвипнули. Ничего вообще страшного. Можно вернуть. Причем тоже непонятно, потому что все интересно. Интересно масштабные биты. Когда у тебя много юнитов, что-то стреляет, но это сразу нагружает. Настолки это... Даже на компьютерной игре, когда у тебя много нужно вот этих коммережментов, да, все это сразу... Ты теряешь контроль, короче, и интерес пропадает. Вот. А с кермишей тоже вознял. Я, например, в Даст играл, где моделей мало, а механика простая. И там очень скучно получается. Ну, из того, что я видел, например. Там, типа, пал, пробил, все, умер, там, все, танки брались. И все. Вот. Тоже вопрос, как бы, в идеале, что это должно быть? У меня нет ответа, например. Я то, то, то пробовал, не понимаю. И на что опираться, непонятно. У вас какие-то есть пожелания? К с кермишей или опоку? Ближе. Мне, вот как ни странно, мне кажется, формат Аоса и Вархаммера идеальным абсолютно для меня. Вот для меня личностно, это какой-то оптимальный формат, когда это не какие-то масштабные сражения, когда-то наполеоновскую армию веду. Ну, как-то варгейме такие исторические, да? И я не понимаю юмор с кермишей. Мне, вот правда, мне это неинтересно. То есть, как бы, как ни странно, я не люблю, вот, играть в... Ну, то есть, я имею в виду, я, например, видеоигры люблю, да? Где, казалось бы, с кермишей с кермишей. Вот, но... Как раз почему-то, прям, я совсем не люблю... Хотя нет, я, кстати, ненавижу, даже в видеоиграх я ненавижу... Все вот эти... Как же они называются-то? Ну, вот этот дико популярный... Нет, нет, дико популярный, когда там несколько чуваков по полю носятся, друг к другу мощи перерождаются. Без конца. Сети Unreal Tournament, как DotKey, то есть, я вот ненавижу эти игры, да, все эти Team Fortress. Как бы, вот я как раз, да, в этом смысле вообще эти игры терпеть не могу, не понимаю их, ни юмора. Поэтому, может быть, мне и не нравится кермишей, где там пять моделей бегают, и друг друга убивают. Я, например, ни разу в жизни... Сколько я в Warhammer играю, я ни разу не играл в Kill Team. Ни разу. Я не понимаю, там, вот я возьму пять дестроеров, ну и что, они ходят, типа, что-то делают. Может, как-то не сыграем, но не знаю. Вот, но... Вот мне формат кажется абсолютно прям идеальным. Вот мне он очень нравится. Вот есть такие модельки, типа, Найты, там, да, есть такие, типа, Трупса, есть танки, вот они как-то ходят, есть большие отряды, дешевые, да, бомжи, есть такие какие-то элитные отрядчики. Это, во-первых, а, во-вторых, мне кажется, что для многих людей, как бы, воображение зарисовывает всё недостающее легко. То есть ты можешь, да, одну модель приравнивать к пяти. Кто-нибудь играет же там, ну, если помните, какие-то стратегии такие, пошаговые, типа, да, герои, нектарисы, герои, да, у вас же нету там 40 демонов на столе, у вас там, типа, демон, на нём нарисовано 40, а когда стрелой стреляешь, у него там становится 38. То есть два демона сдохло. Ну, то есть, это гениальная игра, которая до сих пор там, в золотом там фонде, да, все в неё до сих пор играют, и никто на это ни разу не сказал, что нету, сделайте мне все 40 демонов, вот я видел. Вы можете так же... Все 2000 скелетов. Да, я могу брать 5 лейчгардов и считать, что каждый убитый лейчгард это десятка. Типа, вот идут 50 лейчгардов. Мне кажется, воображение прекрасно дорисовывает это. Мы, в общем-то, не дети, ну, в смысле, мы не животные и уже не дети, и мы можем анализировать, синтезировать и все прочие вещи делать, поэтому синтез в мозгу происходит легко довольно. Это для нас вот так. И поэтому, мне кажется, идеально, если кому-то мало, 5, не знаю, там, культистов, да, представьте себе, что каждый из них это сотня, что вы ведете сейчас огромную армию и там из 300 человек и вот типа взрывом накрыл и убил их 20. Один коронатрактор это 8. Есть диванный Вархаммер, а это новый формат воображения. Воображаемый Вархаммер. Воображаемый Вархаммер. Но опять же, вот проблема опоков, то, что нужно еще тащить вот этот миллион миник с собой куда-то, далеко. Ладно, если у тебя эта игра вот дома там с братишками в кнопку нажал, так как выехали. Раблема опоков, мне кажется, все-таки в том, что это перегружает мозг очень сильно. Любой, кто играл в опоке, знает, что ты просто через 2 часа уже просто забываешь половину всех правил, которые, кажется, так вкусно, сейчас все вот эти правила будут там друг друга. На самом деле, ты половину просто забываешь. И там сверху добавляется куча, и ты уже не успеваешь, ну зачем следить, что-то просто трактатня, и все это еще 50 часов длится, и очень устаешь от этого всего. И на самом деле, еще надо бывает скучно. Просто скучно бывает. Приходит какая-нибудь армия, вот мы там стоим, ну, в последнем эмпоке, это опять, нам еще дали маленький стол, это было просто, знаете, такое стояние, как бы это столопотворение, просто столопотворение, просто такой вечный, такая, вы знаете, просто мясорубка, когда некроны и рота просто в центре стола стоят и бесконечно друг другу мочат. Просто некроны такие, сейчас наш ход, убери 20 юнитов. Рота такая, вот теперь еще 20 юнитов, убери 5 юнитов. И вот просто они стоят такие в центре стола и реально не могут двигаться. То есть просто мы там один ход, не подали дроп-подок, потому что их физически некуда было поставить. Это просто столопотворение неститысячное. Как разичь на артах. Точно, точно, это не было словно. И, ну, к сожалению, не было ни у кого арты, некроны не завезли, а он в Thunder Fire Channel не взял. Он про рисунки. Про рисунки, да. На рисунках на артах, толпы на толпы такие. я, я про арту говорю. Вот. Как бы, да, все это красиво, но вот, по моему ощущению, Ваха могла быть идеальной, она не работает на уровне правил, обмаза и статус. Все. Ну, опять же, не то, что они кодексы между собой, они внутри кодекса не могут юниты забалансить. Пока есть вот такой разброс внутри кодекса уровня днища и маст-хэва, можно даже не пытаться дальше в Гуго-Балансе. Когда получается так, что ты выигрываешь на уровне составления ростера. Ты ростер сделал, все, ты знаешь, как ты, с чем сыграешь, пофиг на то, что ты там, скиллованный нет, как ты кубы, даже пофиг, как ты кубы накидаешь, ты его знаешь, что вот этим я обыграю. Ну, это как-то, ну, не знаю, это вот теряется вся, смысл всей стратегии. И это печально. И это печально, да. Ну, все равно, как непонятно, мы про Ваху в основном говорим, да, но вот, что такое нужно было бы по-настоящему, ну, про родное, естественно. Вы, причем, больше играете, я-то вообще, просто, правда, не знаю других варгеймов. Дредфлид 2, вот, собственно. То есть, поиграл в Дредфлиде? Дредфлид поиграл, да, но при этом свой собственный у меня до сих пор не покрашенный, не собранный. Ну, я его покрашу, я сделаю, я буду играть в него, и мне это... Он, может быть, даже мне, ну, как бы, нормально, но просто, правда, он довольно умыл. Это такая игра для двух друзей, которые пьют пивко, говорят про фильмы, и вот реально, просто они не играть пришли. Просто, типа, я такой кину коп, ветер дует сюда, я к тебе попал, не пробил, окей, теперь там снова, куда дует ветер, ну, конечно, ладно, там, наверное, тут знают, что это такое за игра, но у меня как бы опыт небольшой, поэтому, правда, про Лохов стоит столько говорить, но при этом не поймут, мне кажется, все идеально, шаблоны идеальные, круглый шаблон, мне кажется, идеально, во-первых, с психологической точки зрения, это идеальное воспроизведение взрыва, вот в Flames of War, у меня как-то мозг, прям, даже не может воспринять квадратные взрывы, то есть взрыв, он грипп, это круг, да, если сверху на него смотреть, это круг, да, видели, как взрывная волна разлетается, вот так, ну, он не квадрат, то есть, ну, мне кажется, до кучи нужно еще сделать вверх, то есть, чтобы это полусфера была, дурак, ну, 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 вот это тупо, да, нужно вот как вортексный шаблон, пусть воображение тебя зарисует, сделай себе такой, цилиндр, губ, никто не будет, не будет возражать, если через него будет все видно, вот, огнемет тоже, опять-таки, это очень прям, вот ребенок бы так нарисовал, да, огнемет, это просто капля, реально огня, которая, у тебя вываливается, ну, мне кажется, вот все, вот как бы могло бы быть прям идеальным, скатер, ну, что вы еще придумаете? ну, я очень долго думал, как скатер придумать, ты Юлу придумал, на самом деле, это такой же скатер, который долго очень приходится ждать просто, мне надо, ну, то есть, это такой же скатер, который просто вы не кидаете, а очень долго ждете, пока он закрутится, типа, ну, тоже, как бы, нет, скатер тоже вроде идеальную штуку, да, причем простая абсолютно, есть хит, и есть стрелка, которая куда-нибудь упадет, все, больше ничего не надо, вот все, прям, кубы, вот я, кстати, не понимаю, почему там, многие ванят сейчас про Д6, что это, типа, гробит, потому что это очень маленький развор, статистическую разницу сводит в очень узкое, ну, это для системы плохо в том плане, что, типа, Space Marine и Гвардеец, это, там, один шаг всего, вот, и оружие тоже, там, чуть-чуть совсем, ты можешь, как бы, вроде силы десятая, но по факту, короче, вы имеете в виду, или тот же Weapon Skill, девятый и шестой, разница, вы имеете в виду шаг показателей, да, что если я беру, например, скорость в машине, и, не знаю, 10 километров, а следующий показатель 20 километров, то это одна песня, я как будто могу тогда, ну, чувствовать, да, но если я беру, 10 километров, а потом 200 километров, то это, ну, нихреновая разница, как бы, что, да, середину как будто попадает. можно было бы более, там, более интересного оружия, например, наделать, которое там, если бы это Д8, Д10. А теперь представьте себе, что стреляет в Платун, и он берет такой 80 Д20, кидает, и вы час стоите, и выгребаете эти кубы, да, пытаясь понять, что на них сейчас написано, это 6 или 9, что за хрень? сейчас люди играют такими кубиками, что это, может, надо 6-ом также выгребать иногда, это вы час. это тоже, конечно, тема, да, как они называются, этот набор-то из коробочки, с нависованной, и где пятерка, что двойка, одинаковая. С флаганом, вот эта батарея с флаганом, да, прямо адовые кубы. Может, убивать, на турнире запретить, наверное. Хорошая идея. Отличный план. Ну, тогда уже эти твои надо запрещать, помнишь, там, с коробкой. Да, взять вообще сразу, просто сжечь их, короче, показатель. Те, кто запретил. Вот, вроде бы, как все в ахе сделано на качественном уровне. Вот даже с точки зрения, вот там, мне просто, вот если бы меня, как психолога найдет, такой Галимова, знаете, не терапевт, даже просто психолог, психолог, рекламист. Я посмотрел на шаблоны, посмотрел на кубики, посмотрел на армию, и сказал бы, все, нет, это очень хорошая система. Это очень хорошо вписывается в стереотипы, это очень хорошо вписывается в интроекты, это завлекает. Вы делаете что-то руками, что потом, то есть, это уже каждая минка в личный вклад несет, да, это не просто вы купили, типа, купли, вам. То есть, это прям все, чтобы подсадить, сделано, но при этом, превращается это, я даже, знаешь, я как-то, не знаю, по-моему, Денис не записывал, не был никакой там стрим, мы просто ехали как-то, я предложил тебе, после командника, кстати, как раз, я тебе предложил записать видео, обучающее, типа, как происходит партия в Ахе, бой, но не так, как у тебя со знаком было, а так, как на самом деле, это происходит, это два лодча, которые стоят, и во второй инвуль, друг друга реролин и лупят, то есть, без всяких шансов даже занести вунду, просто два плюс реролом, два плюс реролом, два плюс реролом, два плюс реролом, или там 70 волков, да, и которым никто ничего не может сделать, они просто как лом, прут такие, типа, бру, бру, все бьют и все, как бы вот, вот, почему-то скатывается вот такое, а начиналось все с красивого шаблона, да, начиналось все вообще с абсолютно хороших, таких, ну, вот как будто все просто создано для того, чтобы ваха была хорошим варгеймом, очень хорошим, очень интересным, очень увлекательным, очень подсаживающим, но оно почему-то влажает. знаешь, это как автоваз, вот все работает на них, значит, им всякие преференции, там, заградительные пошлины, там, тот самый, сбор, они все равно говно делают, понимаешь, и если они начинают делать хорошо, то это начинает стоить так, как заграничные тачки, больше даже, а по качеству все еще с ними не соответствует, вот знаете, мне интересно, вот все эти люди, я никогда не смотрю с ними интервью, честно признаюсь, может быть зря, но вот эти вот, вы наверное слышали, такой довольно есть известный, а пациент почему-то, потому что живет столь в России, он какой-то англичанин, который постоянно какие-то игровые механики проталкивает, у него Шон брал интервью, у него брала Архив Империума интервью, он выпустил гидрофилию, и теперь в России ее проталкивают, какой-то, ну, который в Абаху начинал, подожди, гидрофилию делает чувак из какого-то, Кирби, Том Кирби, Кирби, он делает другую игру, а, ну хорошо, пофиг, Кирби это, ну, Кирби, ну вот, и тут Кирби, я не знаю, кто такой, какой-то Кирби, да, он делает сооружение мутанов, вот, да, как вы думаете, просто мнение, вот ваше мнение, да, что вот, вот этот человек играющий, ну, то есть он вроде бы, как я смотрел там, да, ну, то есть он не просто какой-то менеджер, типа, да, он человек, который реально петрит, изнутри, да, из такой, из инсайдерской позиции, вот если ему дать мощности, чтобы он выпускал не с Кирмиши там, с Кикстартера, а вот чтобы он реально печатал, как ГВ коробки, вот смог бы такой человек сделать идеальную игру? Ну, идеальную, понятно, что идеально ничего не бывает, ну, исправить какие-то прям, ну, совсем раки, из-за которых люди уходят, вон, Леша там, Влад Болл собирается играть, который таким же раком может оказаться, как бы, вот, что-то прям такое, на таком уровне, смог бы он исправить? Ну, и а-ля, не только он, а другие люди. Я думаю, что и он бы ничего бы не сделал, и тебе кажется это потому, что ты, не, мне не кажется, с деталями, то есть, вот, реально, дьявол в деталях, ты так смотришь издалека, блин, да тут вообще изи все, а начинаешь, короче, за детальки браться, и ты такой, блин, Астуша, а вот это, а вот это не, а здесь вот такая сложность, а здесь вот это вылезло, как это, блин, теряешь, начинаешь быстро терять общую картину, и все, ты в жопе. ты сразу помнишь, когда вышла только семерка, все говорили, да блин, то ничего не поменялось, это вообще какая-то мелочь, а как метод поменялся, да, как-то еще. Не, я помню, старок бегал, такой, инвиз, ни хрена себе, ты видел инвиз, это такая магия, это автомагия, теперь все будут телепатию ролять, это я помню, первый день, когда вышла семерка, я такой думаю, ну ладно, какой-то инвиз, он такой, нет, ты не понимаешь, это просто такой, а, типа, я вот это запомнил, да, что он такой, этот инвиз, я слово запомнил, да. Я очень хорошо, ну вообще, я в принципе знаю вот эту тему, когда тебе, ой, это изи, а потом начинаешь копать, сложно, и когда я пытался, например, исправить ХСМовский кодекс, я там закопал, ну то есть, у меня были идеи для этого, для этого, для этого юнита, я их сделал, а потом начал дальше рыть, особенно это сложно, когда ты начинаешь что-то делать синергичное, короче, чтобы юниты между собой работали, и вот там начинается, там просто по экспоненте начинает расти сложность, и ты такой сидишь, блин, как это, вот, поэтому я думаю, и не делать при этом еще половище, да, что нифига у Кирбиева не получилось, сколько ему денег, не заплатили, и у тебя тоже, ну вот, слушай, подожди, давай вспомним, ты делал фандекс свой, вот тебе показалось, что ты сломал механику, то есть, что фигня у тебя получилась, в твоем фандексе, ну, или ты имеешь в виду, что фандекс это другой, потому что ты взял все-таки уже существующее, и просто подкрутил, ну, я попытался исправить баланс, да, чем мы тут пытаемся, как бы, на чем размышлять, из этих, из посестов, на 2+, рождались еще один юнит, ты убиваешь посеста, на 2+, из него рождается другая модель, ты что, рассказываешь, такое, это минимум могло быть, только в фазе придумывания, но я на бумаге ничего, я помню, мы с ним этот играли, кстати, видео есть, а, нет, там был посест маг, из которого рождался, из каждой модельки убитой, рождалась демонетка, сладка рождалась, да, сладка рождалась, на 2+, из каждой убитой модели, мне это показалось, диким просто балломом, я пытался поднять, как-то посестов, чтобы они, типа, что-то делали, да, ты делал, как раз, что у тебя есть посеста, врождается демон, купи за 150 очков, 2 юнита, а не один, вот как Денис вышел из ситуации, то есть, ну да, а потом вышла демонология, в котором ХСМ не могут, ну, в относительных, как-то, почему-то демоны, это могут демонов призвать, ХСМ не могут призвать, да, ну, слушай, мы вроде бы как говорим, ну, реально же, да, у многих такое ощущение, что вот, сейчас правда, дайте месяц, дайте денег, и я реально исправлю, но ты, но ты говоришь, что нет, ну вот, это загружение, годнота, смотри, ты постоянно в процессе исправления, в годноте, у тебя нет идеального, я не согласен, годнота ничего не исправляет, годнота, как я тебе тогда говорил, это просто рестрикты ленивого человека, который хотел увидеть конкретные миньки, с конкретными правилами, которых на столах, либо нет, либо у них нет шанса, и все, это просто ленивый рестрикт, я просто вычеркиваю все, что вижу, я ничего не пытаюсь балансить, думать, мне без разницы, что это не играет в формации, в каде, да, я просто убираю и все, те, кто играет в годноте, знают, как много байер позвать, потому что там иногда убиваю просто, просто мне кажется, что вот, ну, сколько, 30 лет в ахе, да, ну, они бы нашли человека, который за это время смог бы все исправить, а вопрос, зачем, я так понимаю, что она приносит вполне себе такой доход, и все, то есть они, похоже, довольны, если сделать хорошо, то не надо будет обновлять, можно добавлять, ну, пределы расширения, то есть, то есть, может быть, может быть, мы можем предположить, да, вот знаете, я, как сказать, вот любил, ну, и сейчас люблю, но раньше прям особо, как у меня с ума сказали, как дорогая одежда, все эти первые линии, ну, первые, так у нас назывался, не первые, всякие там, окраскатум, лакосты, как минимум, там еще что-то, и вот у них очень хорошее качество одежды, правда, это не реклама, там, в смысле, что, ну, она правда не рвется, не дерется, нитки не вываливаются, у меня до сих пор свитера, которые там 10 лет, лакосты, висят просто, завтра одевай и иди, что я иногда делаю, и вот как бы, и они всегда делают, прекрасная рубашка, да, там все такое хорошо, и у нее такой белый воротник белоснежный, чтобы ты, сука, знал, что через два года ты ее выкинешь, как бы ты ее хорошо не носил, выкинешь, потому что он станет черным, и уже ничего его не спасет, ни химчистка, ничего его не спасет, он просто начнет разваливаться у тебя, то есть они, ну, потому что иначе, они сделают много хорошей одежды, люди придут ее купят, и больше никогда не придут, многие из них, потому что у них будет клевые рубашки, которые, ну, а зачем, у меня 50 рубашек, они не рвутся, не ломаются, не пачкаются, и я в них хожу всю жизнь, да, если мне больше 25, то вряд ли я растолстею сильно, или похудею сильно, да, поэтому, ну, как бы, все, типа, и они без денег остаются, как BMW, короче, выходит новое поколение, и у тех, кто вообще покупает эти машины, у них не принято ездить на старом поколении, если уже вышло новое, это, типа, не круто, поэтому, смысла делать BMW, который живет больше трех лет, нет, она после этого разваливается, тупо. Стоило бы, ну, была ли Vahra сбалансированным, и хорошим, ну, идеальным, хотя я не верю в слово, идеальным варгеймом, если бы каждая минька стоила, как Bentley? В нее бы никто не играл. Ну, те, кто войдет Bentley, играли бы в губах. Кого я бы хотел, наверное. Все, гольф-клубах, так круто. И больше того, а Риман колдует. Нет, по носикам подносят. И на этих, да, и на машинках тебе, так, кубы возят. Такой, типа, дайте мне 20 кубов. Размер, размер, с ладовой костью таким, 5 тысяч на 20 кубов. Да, коробки прям взрывают. Ну, ладно, это чушь, конечно, но, правда, вот, КГВ отчасти заключается в том, чтобы делать говноваргейм, чтобы мы плились и покупали. Который, нет, который постоянно себя чинит, вынуждая тебя покупать. Чинит и ломает. То есть, он ломает, а потом дает инструмент, то есть, он выпускает некронов, которые ломают, а потом выпускают Эльдар, которые ломают некронов, потом выпускают все вообще. Ну, переборщили, да, болезнь. Когда орки, ты выйдешь, которые ломают. Не, ну, потом почему? Потом выпускают Тау, который, в общем, Эльдар очень боятся. Ну, которые ломают Тау. А орки все еще? А орки их осит. Да. Вроде бы, только такой думаешь, что понимаешь какую-то логику, и нет, не понимаешь логику, потому что, нет, что-то не то, что-то не то не происходит. И вот, ну, правда, как-то непонятно. Уже за столько лет, неужели, не такому, ну, правда, нанять человека, который сможет. Который сможет. Который сможет, да. С другой стороны, вот была, например, компания Sega, и она своим менеджментом развалила. И развалилась быстро. Там прям было видно, как она превращается в говно. Как она скатывается в компанию, которая для телефонов выпускает одень девочку, раздень девочку. То есть, как бы вот, просто, ну, в говно. Компания, которая была культовой, которая были, до сих пор я в Японии сейчас был, там стоят эти огромные небоскребы с надписью Sega, с Sonic, там, с бегущими буквами. Sega компания, да, сейчас существует, просто днарское существование, абсолютно ведет бомжатское. То есть, по меркам того гиганта, который там мерил с Нинтендой, просто сейчас, конечно, унылое. И, фиговый маркетинг их развалил, развалил очень быстро. Это было видно, как за пять лет она превратилась в полное говно. ГВ? Нет. Что-то как-то незаметно, чтобы ГВ превращалась в говно. Каждый раз рассказывает о том, что все там, что ГВ умирает. Да, но ГВ, и меня тут, мы как-то видим, убеждал наш непредаватель, что ГВ расцветает, цветет бурным цветом. Ну, лучшие дни. Как бы компания, которая выпускает кучу новых кодексов, вот, как бы кучу каких-то фракций, начинает какие-то акции, мутить, выпускает две игровые системы, возрождает свою студию по этим, как вот эти системам, да, там, Battlefield Gothic и прочим. Ну, и Blood Bowl, кстати, по-моему, туда же, да. Вот, и как бы, ну, она не очень похожа. Может, мы что-то не знаем, но не очень похоже, что она тонет прям, да, что-то типа... Поэтому, ну, какого-то безумной такой гонки, ломает, чинит, ломает, чинит, ломает, чинит, создает какой-то ажиотаж, ну, потому что, иначе бы люди собрали свою армию, сидели бы. Все. Вот я не кронов уже больше не покупаю, ну, потому что у меня, все, у меня фуллсет, что мне еще купить? 50 байков сделать? Старый линьк собери. Старый линьк, собрать. Мне все почему-то всегда предлагают старый линьк. Ну, собери фалангу. Это просто очевидное, просто какой-то типа, да нафиг она не сдалась. Сколько у тебя Думс Дэйарков? Две. Одна не покрашена, одна покрасена. Вот, покрасить надо. Ну, это, конечно, план на всю жизнь, да? Забери фалангу, покрась. Не, ну, что там, можно что-нибудь придумать? Ну, то есть, ну, просто наворачивать лимиты юнитов уже. дай-ка я себе сделаю 100 байков, 200 воинов, 50 гостарок, и сыграю, типа, роты некрона. Роты некрона. Типа там, 10 гостарок, с воинами там, и сбайкнуть. Ну, как бы, ну, тем не менее, правда, как-то надо здесь существовать, Ну, то есть, наш идеальный варгейм, он должен быть неидеальный в своей системе, иначе мы не сможем его продавать и покупать. Вот, фиг его знает, потому что, когда я, например, сравнился с видеоиграми, да, то там все про, это как книги. Есть тираж видеоигры, он разошелся, они миллионеры. Да. Все, да? Потом они получали там деньги за, ну, там, лицензии, за всякий гогком скаченный, ну, то есть, какие-то уже копейки. Первый, вот как бы все. Я заработал конечную сумму, а потом мы делаем другую игру. Если бы так было с Вахой, было бы все уныло, да? То есть, они выпустили Ваху, год подержали Ваху, пошла Ваха в жопу, мы выпустили Рэфли, Рэфли не склыл, пошла в жопу, выпустили Бладбоу, и так далее, и там, потом на осик. Но мы же все-таки на это не совсем хотим, Мы не хотим, чтобы Ваха помирала там. Хотя с ФБ они так сделали. Ну, ладно. Но ФБ жил 30 лет. Вот, да, ну, то есть, наверное, нам все-таки выгодно, чтобы он жил. Может быть, тогда правда нельзя делать хороший баланс, потому что тогда, типа, ты заработаешь в этом году миллиард, а потом все. Это означает, что все купили клевые одежды, и больше к тебе не придут. Все будут ходить и беседично играть просто в клевый варгейм. Смотрите, у нас идеальный варгейм, поэтому мы больше ничего не покупаем. Я купил набор армии, я купил набор кубов, я купил набор шаблонов, и все. Поэтому помните, когда у вас горит от Эльдарта, или от кого-то еще, это все на благо же. Ну, пусть хотя бы меняются те, кто поверный. Ну, что это такое? Я не думаю, что они особо осознанно это делают. У них есть попытка, как бы, да, наверное, но они вот... Как-то, что в шестерке, что в семерке топчик. Ты не знаешь, когда в следующем году, или через один, или через вообще никогда, твой кодекс наконец загорает. Или вообще не загорает. Сроки, причем адские. Вот так, если подумать, мы сидим, типа, увлечения, гадали, все такое, но на самом деле, там орки ждут сколько лет? Жрут говно с начала выхода шестерки. То есть, ну да, мы говорим, это же, ну, представьте, там, 7 лет жизни. То есть, это же не хухры-мухры. Это может быть, сейчас по видео забавно, да, ну, в смысле вспоминать, да, 7 лет жизни. То есть, это слишком... Ну, вот как раз кодекс четверочный, 7 лет и был. То есть, он в 2007 или 2008 вышел, в 2014 только обновился. И, ну, чтобы он не обновлялся. Ну, да, вот это как-то тоже непонятная схема такая. И, то есть, может быть, может быть, это какой-то, ну, типа, или те же некроны старые, которые... хрен знает, сколько будет обновлял. До пятерки. Когда в кодексе был, там, монолит, войны, иммортал и лорд. То есть, вот если мы сейчас отменим, вот из того, что сегодня мы говорили, да, из того, что я слышал, если мы сейчас отменим шар правил, например, просто, да, хотя бы уже про браки-восьмерки по-моему говорили, и отменим союз, и либо сделаем фракции три, да, хаос, грандолианс, хаос, империум, да, либо отменим, вообще, и, ну, типа, я не знаю, что там, монарм, или хотя бы, чтобы не шарились, или хотя бы нельзя двух на друг колдовать, что сильно, конечно, подорвется мету, то мы тогда получим такой тип варгейм, который, на самом деле, останавливает покупку. То есть, как бы все, то есть, игроки говорят, о, у меня фулл сет, у меня на 10 тысяч маров, и я могу собрать что угодно, и это круто играет. Я, типа, больше ничего не покупаю. Мне не нужно меня, мне не нужно покупать, мне не нужно им. Ну, то есть, конклав либров уже не выйдет, когда я говорю, у меня два либра в армии, мне этого хватит, да, я говорю, нет, мне нужно еще пять купить, чтобы наверняка, вот, и, вот, у тебя было сколько колдунов, два, оказалось, что это мало, и оказалось, что мне вообще не нужны, нужно два на байке, оказалось, два на байке, а теперь нужно, нужно еще пять на байке, и ты такой, а представляешь, человек, который, такой, отодрал джампак, садил на байк, а потом такой, теперь у меня флит, блин, мне нужно обратно отбирать его от байка, и ульяпий джампак, да, вот, как бы, ну, правда, не может же компания держаться, за счет того, что у вас иногда падают минечки, и ломаются копья у них, не, ну, приток же новичков, то все равно есть, похоже, при этом, в хороший варгейм, то будет больше приток новичков, тоже вопрос, больше народу, который купит, который услышит, что, блин, вот здесь вот круто, вот здесь вот я могу собрать 10 тысяч марок и радоваться, считаете, и как сейчас, то, что вот новичок прочитает, блин, ограниченное количество людей, которые готовы интересоваться варгейм, ну, все равно, смотри, новичок сейчас придет, прочитайте, блин, я вот сейчас вот куплю себе конвокацию, а завтра выйдет флаг, и она уже не нужна, нахрен, не буду, я лучше вообще ничего покупать, ну, вот такая еще есть, тоже согласен, да, вот то, что сейчас у нас ждут изменения, меня останавливает, например, от покупок и собирания имених, я хотел собирать кабал, сейчас теперь не знаю, стоит ли это делать, всегда перед выходом новых кодексов, когда знаешь, что вот скоро новый кодекс, приходит какой-нибудь новичок на форум пишет, типа, а, ребят, хочу играть вот за этих, за этих, что купить, ничего не покупаешь, жди, скоро новый кодекс, ну, окей, а за то время, когда ждешь, ты можешь и, да ну нафиг, и все, так что, то есть, все-таки идеальный должен быть, все сложно, все очень сложно, и, наверное, еще момент, вот по, возвращаясь к кирмишам, к эпику, и обычной, у Вархаммера, все-таки, длинная партия, 4-5 часов, это полторашка, 18-50, это достаточно долго, с кирмиши берут, короткими, там, полтора-два часа, играется, типа, и все, мы сыграли партию, и дальше, можно в ваххой за 2 часа сыграть, ну, это какая вахха, ну, можно иногда 18-50, не думая, ничего просто, нет, если ты, если твой оппонент, не накидывает магию 2 часа, и не, надо размышлять, надо, если ты, вот, я знаю, что я играю нормально, когда я играю спокойно, когда я думаю, если я начинаю, типа, ошибки множатся, за 2 часа, это какие-то, либо скорострелы, либо Степан, не, Степан, как раз, по-моему, Степан, играет, ага, ну, хорошо, ладно, я просто к тому, что человек, который много наигран, типа, он знает, что здесь, здесь, так, и все, автоматические решения принимает, ну, не, наоборот, несмотря на то, что у нас отряды, по 10 человек двигаются, но, одним юнитом, все равно, как бы, время занимает это много, там, пятно, переставляем, что-то, да, еще, еще по мандилке обязательно, по манне обязательно, ну, ты, про время, да, хотел бы именно сказать, в этом смысле, про время, да, я, мне кажется, что это тоже какой-то показатель, не очень хорошей, наверное, системности, да, когда, в общем, не очень большой варгейм, не на очень большое количество точков, играется, там, 3 примерно часа, от которого очень устаешь, тоже, наверное, ну, как бы, вот, непонятно, да, ну, а вот как можно было бы это отменить или облегчить, то есть непонятно, то есть что-то, типа делать из разряда, что, типа, вот, уменьшать количество бросков, как-то быть, как-то только единственное, что уменьшать количество бросков, да, но при этом ГВ увеличивает количество бросков, как мы в новостях сказали, они идут другим путем, ну, увеличивает количество фаз, их было 3, теперь 4, теперь 5, поэтому, это докфаза, а, докфайк, это, который тоже времени отжирает, кстати, ты кинькуб, потом кинькуб, потом кинькуб, потом загадай, загадай, ну, мы кидаем, ну, как услышим, ну, можно коварно, и, коварно загаданно, не знал, не знал, надо поговорить про это, вот, и посмотри в табличке, сверься, ну, то есть, да, это полноценная, в принципе, фаза, если у тебя флайеры есть, если у тебя нет, то это как с магией, да, если у тебя, если ты играешь талл против эльдар, то, скорее всего, и хтх не будет, у вас фаза, собственно, фаза появится, орбитальной поддержки, там, значит, два, фаза, две баржи, там, туда-сюда, фаза, героическая, как в овощике, да, герои там идут, присоединяются, джойнятся, шарят свои правила, сегодня ты у меня будешь с кем в драйдером, а ты нет, ты опять на нем стал, не умеешь ты ездить, и посох ему в колесах, да, и, как бы, ну, то есть, увеличивают количество, да, такое, ну, то есть, интересно, если сделать мало, мало дробненьких фаз, будет быстрее, или, наоборот, дольше, можно еще увеличить количество, пропорционально увеличить стоимость всех мини-клочках, тогда будет меньше мини-клочках, и тогда это будет с кермойш, как вот это, дорисую воображение, да, что у тебя бежит один воин, некрон, и это фаланга, на самом деле, на таком квадратике, такие маленькие гремочки, короче, вы видите, знаете, как эти шахматы в автобусах, которые переносные на магнитиках играют, такой же, типа, о, сейчас мы фарфик варкамер раскинем с тобой, варкамер, пример идеальной игры, да, ты купил поле с шахматами, тебе больше никогда шахматы не нужно, они вот от дедушки, остались, но если только, что-то я не слышал про корпорации, которые держат штат там 100 человек, там хотя бы, да, и такие на шахматах, миллионы зарабатывают, да, обычно это какой-то плотник, который, ну, там продает где-то в магазине, ну, или коллекционный, или какая-нибудь плотник, фирму поплатить, да, да, ну, или коллекционный, да, но это тоже, хотя бы, вручную сделано сейчас, и как бы, сложно говорить, реально, завод производит шахматы, шахматный завод, я не понимаю, как это работает, где работаешь? В шахматном заводе, в шахматном заводе, да, и вот, как-то вот с этим, не знаю, и все равно, вот у меня какая-то мысль такая, что, все-таки если как бы, что, есть какое-то откровенное говно, которое мог бы даже ребенок увидеть, и которое на уровне написания правил, нельзя допускать, нельзя допускать, да, и они допускают, они не то, что допускают, они его делают, и абьюзят иногда, ну, ah, fuckи, опять же, проинвесну? просто я представляю, что демон пишет кодекс демонов, ну, типа тот, кто отвечает за кодекс демонов, да, и он же, вот, ну, ну, это же понятно, что я буду кастить это, потом кастить это, потом брать диньсчитов и у меня армия, Которую невозможно убить, все Ну как бы вот, просто исключить Вот эту возможность, и все И это было бы хорошим Варгеймом Но почему-то, вот почему Ваха плохая Почему из нее уходит, и почему отказываются Играть в турнирные игры, многие игроки Это именно из-за того, что это абьюз Вот такого говна, откровенного Говна, когда ты ничего не можешь сделать Ни на уровне кубов, ни на уровне Ростера, ни на уровне, это просто лопата Это такой лом, который пришел тебе по шее И дал, и все Как бы, ну даже, нет, я даже демонов не возьму, потому что я за них Чуть-чуть поиграл, и там на самом деле еще Куча рандома, там, да, ты кинь это, потом кинь это Потом сделаешь термал, потом Все-таки есть шанс, да Ну вот, ну например, ну там, волчки Лильдара Это правда лом И в этом смысле, как-то вот Ооо, не знаю Боже, у тебя кубки есть, а кубки какие-то Выигрывал кубка Нет, это кубки сестры И вот, вот мой стоит Окей И вот это непонятно То есть непонятно на уровне просто вот такого прям очевидного Ну, полома, да, вот это Вот, ну я не знаю, там Как-то Я не знаю Мне кажется, это была бы очень плохая, вот опять-таки, игра, да В которой был бы какой-то такой очевидный абьюз Ну, как бы вот все говно Просто строил вот этот танк И ты просто им подаешься, раздаешь игру Мне кажется, такие игры, может быть, и есть Но они прям вообще дно их Они сразу были плохие И их сейчас никто не знает И не покупает Какой-то там, седьмой легион РТС Да, многие из вас знают про нее Ну, вот в этом смысле Да, просто не делать абьюз Какой-то вот такой жесткий Но почему-то ГВ его прям допускает Допускает на уровне людей, которые делают зарплаты Допускает раз за разом Раз за разом Раз за разом Это прям какое-то прям вообще уныние приводит Ну, не знаю Да, вот волчки А как думаете, насколько важен для Wargamer Бэк? Вот если бы Принципиально был бы у нас Бэк, например Такой совершенно простой Как историчка Представьте себе Типа вот, короче, там Обычные люди, там что-то Или наоборот У нас был какой-то адовый ад Там, типа, все где-нибудь происходило В параллельной вселенной В мультивселенной Где какие-то демоны там Одни сплошные Короче-то вообще Нет похожих на людей вообще никого Какая-то адовая шизофрения Там и всех правил Там просто адовый тоже Какой-нибудь Брось Д3 Там, брось Д20 Д20 минус Д8 Не знаю, короче Как вот Насколько бы это было важно Полная кислота, короче Да Что Слишком сложно Ну, насколько важен вообще Бэк для Wargame Вас Бэк привел все-таки Или как Вот эта вот Настройка Для вас важна была Когда вы приходили Мне так Мне кажется, что Бэк важен Я его не читаю Не знаю Но он важен Я реально в июне месяце Только узнал про Вообще, что такое Хорус Как все происходило Что такое Легион Я все эти годы Играл Спокойно Проснулся просто Да, входился Но С другой стороны Ну В том, что ты описываешь Очень сложно Идентифицироваться Мне кажется Одна из беда Например Wargames И столичек В том, что Идентифицировать себя С Наполеоном Или Гитлером Довольно сложно Можно, но сложно То есть Говорить Я, короче Такой Warlord Я вот Типа Наполеон Или Жуков Маршал Потому что Это реально Существующая Личность То есть Это как бы Нужно Ну Это довольно сложно А здесь Бэк-то Бэк, кстати говоря С точки зрения Психологии Тоже идеальный Вахи Вот он идеально Подсаживающий Бэк Это такая Во-первых С умыванием рук Это вот этот отец Против которого Ты можешь быть Или за которого Ты можешь быть Он даёт тебе Просто Потрясающее поле Отыгрывания Внутренних процессов На уровне стола А ксеносов Против Тоже против Ну, во-первых Против А во-вторых Кто-то их вообще не знает Нет Во-вторых Во-вторых У ксеносов Нет Даже те, кто не знают Они играют Всё-таки Ты понимаешь Что это противопоставленная империя Даже на уровне союзов Да, тех же Но Тут ещё интересный момент есть Если вы заметите То у каждого У каждой расы Вот Знаете, как раньше говорили Что Тау Типа это для эпошек Да, там Типа они любят Трансформеров И всё Тираниды Типа вот для таких там Подростков Детей, которые любят Ксеноморфов Таких вот монстров Чужих Но на самом деле Мне кажется Это немного не так Потому что Это ещё Какой-то очень важный Психологический момент Ну, например Во-первых У всех Есть Вот этот Типа отец С которым идентифицироваться Да Это Горка Морка Высшее благо Безмолвный царь Уникрон Ну, то есть Четыре Бога У хаоса Там ещё и мама Есть То есть Как бы Вот Ну, то есть Всегда есть С кем идентифицировать Всегда есть Что-то высшее Да, такое Некоторая Принадлежность К этому Да Но И Есть ещё один момент Что эти расы Они такие Себя представляют Ну Как сказать Они такие Представляют из себя Разные Что-ли Уровни Стадии Ну Орки Например Это просто Подподростки Это такая Именно подростковая Залихватская Вот это Сел в тачку Поехал Типа там Залутал Чего-то Бог есть Но мы его Постоянно путаем И не очень знаем Ну Горка Или морка Это такое Очень подростковое Да Типа Папа Или мама Пофигу И при этом В этом есть Такой Дикий Ещё Драйв И такой Ну Подростковый Такой Именно Да Тауэ Это очень С этой точки зрения Тауэ Это такой Очень Обсессивно Компульсивный Засрявший В анальной Стадии Взрослый В который Есть какое-то Благо Я к нему Иду Я его Проталкиваю Я за него Воюю И у меня Есть чёткая Линия Поведения Чёткая Линия Партии Это такой Коммунизм То есть Как бы Они на уровне Ещё Таким Очень Глубоким Крючками Сажают Я думаю Что Ваха Ещё Очень хороша Именно Бэком Kingdom of Death Прекрасные Минки Супер Каждое произведение Искусство И казалось бы Шахматная Составляющая И она Непопулярна Потому что Бэка нет Потому что На этот Бэк Он мало И как бы Всем плевать Он не цепляет На уровне Вот этого Архетипичном Уровне Он не цепляет Как там Юн говорил Люди всегда Нуждаются В демонах И жить не могут Без богов Если этого нет Этого убрать То людей Не цепляет Не цепляет Во всех Хороших РТС Всегда есть Раса Каких-то Чего-то Такого Против отца Чего-то Чуждого Нам Непонятного И раса С которой Я могу Динфицироваться Человечки И есть Раса Каких-то Ну и Экзотика Пошла Мудрецов Которые Все живут Там В биологической Ну как Эти Протосы Да Нет Старкрафте Протосы Да Такие Мудрецов Которых Мало Которые Эльфы Которые Соединяются В одну Общую Сеть Могут Там Одну Некоторую Сущность Создать Ну то есть Это Прямо Архетипичные Вот Основы Да То есть Почему Это Попадает Потому что Это Архетип Если бы Гендальфа Создали Эй Залихватским Чуваком Нет Гендальф Бы не Прижился Гендальф Прижился Потому что Он Архетипичный Мудрец Это Седой Мужик Отец Вещающий С посохом Со шляпой Поэтому Гендальф Гендальф Сделай Поменяй местами Гендальф И Арагорна И все Посыпется Потому что Архетип Начинает Разваливаться И Вот В этом Смысле Что Ваха Еще И с точки Зрения Не только Кубиков И шаблона Она идеальна С точки Зрения Бека То есть Как бы Реально Она Говна Поела Только В правилах Нет В Абузе Правил Даже Не в правилах Каждый Без них В отдельности Может быть Даже Очень Ничего Стыки Плохое Я куда-то Улетел Я вообще Замечен Проблема В людях Которые Абузят Правила Мы опять Пришли К тому Что Главная Проблема Вархаммер Это Ты Да Да Я во многом Согласен Что Вот В основе Именно Вэк Вархаммер В своем Вот Базовый Он Очень Притягательный В этих Ярких Образах И Понятных А вот Когда к мелочам Начинают Там Да Много Претензий Конечно Ну Образы Которые Прям Попадают Куда-то Мне кажется Они попадают Куда-то В простату Сразу Все Такой Вот Сейчас Мы Навернем Это От From Limb To Limb Придем Это И При этом Такая Вечная Невозможность Победить Отца Какая-то Прям Но Вот Мы Будем Драть Жобу Как бы Вот Я считаю Что Бэк Очень важен Варгеймы Без Бэка Как показывает Опыт Просто Вообще Не живут Они Унылые Влачат Существование Непонятно Вообще Живые Невозможно Даст В общем Там Еще У него Какая-то Своя Есть Нет Там Естественно По-моему Вообще Варгеймы Которые Просто Чуваки Убивают Шахматы Короче Я понял Что Я без Обирата Я не буду Делать Никаких Варгеймов Эксперт По образам Затачка Срочно Вот Сейчас Что У нас Ну Да Например Берем Тут С Свержение Мутантов Клюкв Он пытается Тащить Хотя Не особо Что-то Разбираешь Что-то Необэк Гидрофили Вообще Ничего Не вчитывался Слушай Мы про нее Не знаем Рано Надо узнать Может там Хороший Размышлять И Даже Я не могу Ничего Рассказать Ни про Вирдовский Варгейм Ни про Инфинити Ничего Вообще Ничего Не знаю Но Настолько Сколько Это Самое Никто Это Не Форд Скорее Что-то Не особо Что-то Принципиально Интересное В общем Обсуждали Ломали копья Ничего Не понятно Все Крутится Вокруг Варгейма Нашего Любимого Вархаммера Потому что У него Куча Есть Вещей Которые Очень Сделаны Правильно Как мы Сейчас Хотя бы Это Поняли И Куда Рваться В какие Стороны Не знаем Ни мы И Походу Не знают Создатели Не то что Правильно Я бы даже Сказал Не побоюсь Идеально Да Идеально Так что Пишите Что вы По этому поводу У вас Гениальная идея Может вам Денег срочно нужно Дать И за месяц Вы обязательно Все исправите Мы Обязательно Вас переведим В этом Бюджете И Встретимся Через неделю Не вот По скрипту По скрипту Я просто представил Собе Сейчас Это Наверное Все Представляли Какой-то раз Что Вот ГВ Вроде За турнир Взялось И Наверное В каких-то Странных Будут Судьи ГВ Представители Мне просто Интересно Если они Если они Придут И увидят Весерак Турнира Если реально Хоть одного Реально Какую-то Высокую Шишку Которая Душой Лежит Квахи Не просто Там В графике Видит А реально Еще Понимаешь Какой Миньки Кто такие ХСМ Кто такие Некрон Кто такие Волки Вот Если он Просто посмотрит Что они Родили Вот Если он Увидит Просто 70 Волков Обмазанных Азраилей Азии Азии И Псайкан С комиссаром Призывающим Демонов Призывающим Бесконечно Демонов Лучше Самих Демонов Или ХСМ Которые Вообще Не могут Это Бредово Делать То есть Как бы Вот Интересно Они Как бы Осознают Что Так Можно Или Для них Это Просто Ну Типа Вы лохи Зачем Вы так Хранили Что значит У вас Вся армия Во втором Рерольном Инвуле Ну Я просто Сделал Плюс один К штармам Я Типа У меня Тут У всех Четвертый Инвуль Я нашел Я Типа Посвозил Землю И книжку Положил Поэтому У этого Роба Поэтому Они Все Во втором Рерольном Инвуле Мне кажется У него Дизайнера Даже Рванет Мозг Вот Интересно Они Как бы Осознают Потому что Это бредово Я бы не стал Играть с таким Чуваком Я пришел Пиво попить А он мне говорит Знаешь Ты можешь Стрелять в мою армию Или бить ее Но ты никого Не убьешь Никогда И я такой Ну Играй сам С собой Окей Мне правда Интересно Чтобы они Увидели Что это Можно Так При этом Можно Такой Адский Абьюс Делать И Как-то Просто Не знаю Что-то Поменялось Будет У человека Или Такая моя Детская Какая-то Он должен Узнать Он царь Не знает Его все время Окружает И замалчивает На следующий день Да-да-да Это такое Чисто русское Да царь Не знает Бояре плохие Вот я бы К нему С Кремль Пришел бы Сказал бы Он увидел бы Как живет Народ русский И сказал бы Денег нет Но вы держитесь Здоровья Удачи И хорошего настроения Хорошего настроения Во всем И что Я представляю Что приедет Этот менеджер У него такие Кровавые слезы И он такой Типа Парни Что вы наделали Что вы наделали Что вы наделали Дизайнеры В себя Короче Да-да Короче Иван Они берут Они берут Короче Болчков созравил Они берут 8 отрядов Скатербайков Со скатерлазерами И просто все убивают Нахрен Просто все убивают Их не догнать У них ренчатские мужики Что мы наделали Дайте мне этого Кто подписал Этот кодекс Правда Я прям не читаю Знаете Вот можно было бы Ну как там А кто рассказывал Это ты рассказывал Что типа Они постреляли Ничего не пробили Ничего не попали Ну как можно Их типа Вниз Этих Ильдар Отпускать Потому что Вот у нас дизайнер Играет вот так Не ты? Нет Кто-то рассказывал Кто-то рассказывал Что у них в офисе Что типа Они пытались Ну как же сильно Ильдар Вот я типа Один раз попал Там не пробил Ну то есть Они тупые игроки Похоже Ну они тупые игроки Они такие Нет Мы берем баклажанов Он короче Типа Они с огромными Рукопад Это очень сильные Баклажаны Конечно Но Вы еще должны Гипстрайком Упасть Они же А нет Я просто взял чувака Который без катера Хранит А че так можно было Да Они может быть Просто как-то Ну типа реально У них просто Не допетливают Что там можно Как-то вот так сделать Ну и реально же Просто посмотрите Эти репорты В Айтворфе Я хочу хоть раз Дайте мне туда Съездить Я возьму там Таких некрон И Степанов Что они просто Просрутся кирпичами Да Они такие Типа Что это такое Как это убить Что это за фигня Он мне навернул Всю армию Это была Ацки Скучная партия Но они же Всегда играют Такие вот Юнитан 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 Либр пришел Бросил этот Челлендж К Харну К Харну Его убил Все как должно быть Там типа Харни Да Они же не играют Да Я что-то не видел У них батл репортов Да Короче две Евы 40 пауков 50 байков Играем То есть я бы реально Посмотрел на этот Репорт А где у чувака Там два дракона Три пачки омблей И Варксмит С этим Смотрим Да Типа Давайте вот так Посмотрим Батл репорт Ну реально Они играют так Что 80 байков Постреляли Занесли одну рану В аэрон приста Маулер Женой пришли И убили меня Всех в чертовой вайтере И пока что Просто Правда Они так играют За чертовой вайтере Никого знает Как бы Ну правда Я бы хотел увидеть Такой батл репорт Вот я Я просто мечтаю Я прям вангую Вот напишите им На фейсбуке Или где там Кто-нибудь Пожалуйста В вайдвар В редакции Пускай это будет 70 волчков Сази Изи Семой Семой Против Я не знаю Против Таких Знаете Там Три тактички В римке Там С мельтами Там Дропот С дредноутом С плазмами С плазмами С плазмами С дредноут Фурьоза Я не знаю Все дела Там Сикарий Сикарий Вашери Там И Вангварды И чтобы они с этим Поиграли Да Просто Чтобы они поняли Как это может быть интересно Какая-то интересная Вангварды Я типа В шиху Убил 5 волков Соснул 020 У них же еще Кстати У них же еще Нет такой системы Да У них нет системы 020 У них есть система Я выполнил 5 карточек По моему Я тебя выиграл Ты выполнил 4 карточек По моему Извини Да У меня еще Слэйдвард Послушайте Вот Кстати Интересный момент Если вот ввести Правда Такую тупо Роллбучную систему Тупо Не очки А просто Типа У меня 10 У тебя 5 Я выиграл Типа Я помню Мы так записали Я помню Я помню Мы так пробовали Это полная лажа Типа Это вообще не работает Прямо ныне Но на самом деле Тогда уже 70 волков Не такой нагиб Потому что Я просто выполнил Больше карточек Моели Все Да Но тебя сняли Со стола Ну Нет Ну слушай Меня Все таки Я когда играл Мы не снимали Со стола Но Как бы просто Скука смертная С этим играть Ну да Короче Есть 2 отряда Скаутов Которые я убью А все остальное Будет убивать меня Я надеюсь Что время закончится До того Как он убьет все Все закончится Крик души мой был Второй постскрипт Мы не раз Попрели вторую тему Идеально Это супер премия Это супер премия Платиновым Подписчикам доступно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok